Глава города Сочи Анатолий Пахомов обсудил все возможные сценарии при ухудшении погодных условий с представителями всех служб жизнеобеспечения города. Также маловероятные возникновения потоплений должны быть на особом контроле специалистов. Колебания температур и осадки будут вызывать подъемы уровней воды на малых реках, повышают риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с разрушением гидротехнических сооружений, размывом защитных дам и, как следствие, затоплением значительных территорий и населенных пунктов. Развитие таких событий, как отметил руководитель Сочинского гидромедцентра, городу не предвещают. Тем не менее, нужно быть готовыми ко всему. Поэтому ряд специалистов уже ведут круглосуточный мониторинг на реках Кепша, Мзымта и Западный Дагомыс. В готовности находится необходимое количество техники, особое внимание к проблемным районам города. Кубань, Спас, Красная Поляна, 6 единиц техники, в том числе Нижнемеретинская, Низмена, 7 единиц техники, пилы, лопаты. Это смена, то есть в сутки 3 смены спасателей по 12 человек. ЮРПСО, 4 смены, 16 спасателей, 3 единицы техники, 2 бензопилы. И дальше управляющие компании. Работа управляющих компаний, сотрудников районных администраций, дорожников, полицейских и, конечно, спасателей будет активизирована сразу в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Администрация города Сочи просит население быть предельно внимательным и по возможности при ухудшении погодных условий отказаться от использования личного автотранспорта. В случае происшествия звонит с мобильных телефонов по номеру 010. Татьяна Говоркова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.